Эти люди постоянно помогают российским военным. Отправляют гуманитарную помощь, письма, продукты, маскировочные сети и даже мягкие игрушки. Это ульяновские волонтёры, которые не раз появлялись в наших материалах. Неравнодушные ульяновцы собрались в Доме прав человека на церемонии награждения. Алексей Русских вручил активистам благодарственные письма и побеседовал с каждым из них. Большой вызов – это специальная военная операция. С первого же дня жители ульяновской области активно включились в поддержку наших воинов. Это и серьёзная работа по сбору гуманитарной помощи. Это было непосредственно для наших бойцов, для специальной военной операции. Индивидуальные предприниматели не остались в стороне. Константин Луканин с начала спецоперации вместе с коллегами участвует в гуманитарной миссии. Он регулярно отправляет тактические приборы и коптеры нашим защитникам. Мы старались, мы собрались, ведь он был в действии. И начали развиваться. Сначала на группе 4 человека, маленькие разрастались, заострялись и создали группу. Сейчас на данный момент в группе более 1000 человек. А активистки волонтёрской группы «Ангелы Рокота» плетут маскировочные сети. Счёт идёт на километры, работают ежедневно. И дома, и в помещениях, предоставленных коммерсантами. Мастерицы сами обучают новичков искусства плетения. Они же и шьют носилки, так необходимые на передовой. Активных волонтёров около 70 человек. Это те люди, которые работают своими руками. Они занимаются кроем, они занимаются пошивом, сборкой носилок, перевозом материала, готовой продукции. Теперь и в Доме прав человека оборудовано помещение для плетения сетей. В просторной комнате несколько станков, на которых уже трудятся женщины. Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров, Улправда ТВ.